всем большой привет с вами июля мы с вами давненько уже не виделись сегодняшнее видео я хочу начать со стены гордости я весной делала ремонт косметические в квартире и когда мы красили стены я сняла все все свои картины со стен чтобы можно было стены выровнять и покрасить и заодно я хотела их по-другому повесить потому что я вышиваю давно и в течение 10 лет постепенно я что-то оформляла где-то что-то вешала и получился у меня по итогу такой знаете разносорт все как-то но не скомпонована я решила воспользоваться этой возможностью и по-другому повесить картины но опять же они у меня долго стояли то в шкафу то стеночки я знаете спотыкалась от них натыкалась и картин то много это вот не все я повесила перед вами ну только какая-то часть вот и долго я не могла вот собраться силами с мыслями как же мне их повесить думала думала и пришел такой момент когда я в очередной ряд в очередной раз наводила порядке в шкафу опять же там была куча картин но ну нет так не пойдет нужно что-то принимать решение в общем-то принимать решение юля придется все равно тебе никто другой за тебя эту работу не сделает поэтому я взяла молоток гвозди мужа как раз не было у меня и отказался вешать картины сказал говорит все я устал придумывать поэтому мне пришлось сделать это самостоятельно я вначале разместила по центру основную картину самую большую это ланарте поцелуй я думаю что мои давние подписчики с этой работой хорошо знакомы я ее вышивала почти два раза первый раз на половину вышила сделать какие-то ошибки и решила вышить заново вот так вот смело взяла и вышила второй раз но она шикарная вышивается легко с таким настроением я бы ее еще раз вышила честном скажу вот а дальше стала уже от этой картины плясать и вот так потихонечку повесила вот эту парочку справа здесь у меня алиса фея розового сада вышивала на родной аиде ничего не меняла конечно нужно было но тогда не было такой возможности вы знаете одна из любимейших работ она такая нежная такая вот эти розы такие приятные вышивалась легко самые-самые положительные у меня эмоции от этой работы дальше вверху разместилась но они у меня как парные идут может быть потому что здесь розы есть розовые розы это ланарте маржелин бастин очень старая работа я когда-то нашла схему 10 лет назад еще не понимаю что такое ланарте что такое вообще все эти схемы нитки и вышивала на линии 27 каунта в принципе вышивалась легко тоже на одном дыхании и вот знаете шикарный букет вот я понимаю что не зря моя судьба связалась с ланарте мне очень очень нравятся вышивки вот готовые дальше я разместила с левой стороны но отсвечивает вы уж простите это риолис павлины очень люблю павлинов знаете нужно еще что-то мне вышить из павлинов потому что я люблю эту птицу яркую шикарную безумную своей красотой и хочется вышить еще одного павлинчика я бы наверное белого от риолис еще вышила а здесь у меня опять ланарте это был подарок от гела нужно было показать и презентовать вышить набор мне очень понравилось я первый раз вышивала по набору от ланарте и самые приятнейшие впечатления у меня остались от этой работы извините камера выше не поднимается я вот как могу потому что ракурс такое здесь сбоку снимаю вот здесь ли он оформление 2 2 рамы тоненькая в виде паспарту вот это зелененькая и сверху вот такая вот деревянная рама светленькая очень интересная работа дальше что я делала дальше я повесила вот эти две работы так дальше я повесила вот эти две работы котов и вот эти цветы я их тоже вместе оформляла не знаю почему то вот именно так я их скомпоновала мне захотелось какие-то белые рамки светлые белая паспарту такое простое в общем то оформление лаконичная и опять же вот я любовь этими котами как они мне нравятся какие яркие сочные здесь краски и яблочки все свои работы люблю я же их не зря оформляла это всем нравится работа dimensions тоже старенькая работа но шикарно вот здесь они вот так у меня смотрятся здесь вот картинка с курочками dimensions но пока так стоит не знаю еще не придумала куда ее вешать есть вот у меня еще немножко местечко нужно будет собрать силами парочку работ оформить есть идея здесь у меня по большей части цветы ну несколько таких работ не цветочных пристроились потому что больше некуда было нам пристраиваться пока потом у меня петух я перейду наверно потом покажу вам по другой стороны петух ангел и там девушка и две моих любимые картины о dimensions маги макс наверное сейчас перейду поближе вам покажу вот так смотрится мой комод я показывала его вам что я его перекрасила он у меня теперь бежево-розовенький такой очень красивый интересный и сейчас на этом комоде лежит моя дорожка первая дорожка которую я выполнила самостоятельно первый опыт был сложный здесь у меня вышивка крестом на лугане 25 каунта я когда первый раз купила большой отрез разрезала сначала покроила все у меня было ровно по комоду вышила потом постирала и это была ошибка потому что луга на очень сильно садится она прям сразу скукожила съежилась села по 5-7 сантиметров с каждой стороны вот и дорожка потеряла свою форму я не сразу ее переделала не хватило у меня силы духа какое-то время я ей немножко попользовалась потом все это нужно было распустить что я и сделала отутюжила срезала неровные края и вот заново я ее подшила конечно не идеально ну потому что луга на она вот такая податливая мягкая тину и тянется такая она сложная вот но тем не менее уже дорожка ровно уже нет вот таких вот прямо бугров я и пользуюсь и очень очень она мне нравится покажу вам следующую дорожку следующая дорожка это хардангер дорожка в стиле хардангер выполняла я ее уже в этом году завершала начала в прошлом году завершила в этом году первый мой опыт в стиле хардангер я влюбилась в этот стиль мне очень понравилось конечно смотрится эффектно и хочется дальше продолжать делать такие же красивые потрясающие вещи эта дорожка у меня получилась такого размера потому что здесь такой рисунок больше можно было сделать больше на шаг но тогда была бы она вообще очень большая просто так само собой получилось по рисунку но тем не менее все смотрится гармонично пользовалась эта дорожка всю весну сейчас на лето у меня немножко другой стиль я думаю что зимой я опять к ней вернулась у меня есть и зимние такие комплекты в синих цветах вот цвета здесь такие весенне-зимние они не совсем зимние не очень холодный синий цвет очень приятные оттенки поэтому я пользуюсь этой дорожкой тоже с огромным удовольствием и так представляю вам еще одну дорожку очень красивую рукотворную но не моими руками это подарок от наташи из крита наташа меня нашла через youtube мы встретились познакомились она иногда приезжает в афин и мы познакомились и она мне подарила вот такую чудесную дорожку которую она сама сделала сплела с крючком вот эти детали и соединила с сольном все это обшила очень красиво дорожка потрясающая единственное что она получилась немножко большого размера ее нужно как-то придумать как ее стелить я пока не придумала потому что лен все-таки плотный не очень податливый пока вот подвернула чтобы вам она была видна в целом ее размере чтобы ничего не свисала не пряталась вот очень красивый цвет красивый лен мне все очень понравилось давайте я вам покажу рисунок поближе и так показываю вам дорожку поближе как выглядит рисунок видите здесь крючком очень тоненькая такая ниточка использовалась много труда было затрачено в эту в это изделие посмотрите вот так видно я думаю что получше видно очень красиво и вот все это придела на крючком к ткани все это обшито все очень красиво здорово не не понравилось я очень благодарна огромное огромное спасибо вот пользуюсь но хочу еще придумать способы как правильно ее складывать есть какие-то варианты но я еще в поиске так ну и перейдем к вышивкам и так переходим к вышивке покажу вам процессы которыми я занималась то что вышивала честно вам скажу процессов у меня совсем мало все дело в том что этот год у меня хлопотный такой ремонтный я сделала косметический ремонт в квартире также мы на нашей даче делаем ремонт у нас домика в деревне в центральной греции дом большой больше 2 200 квадратных метров там практически все сделано все в идеальном состоянии единственный сад у нас остался не сделанный и кухня была старая мы хотели как-то какой-то косметический ремонт сделать что-то как-то подкрасить подделать но настолько там все было старое и гнилое что просто ну пришлось это вы ну содрать выбросить и заказали мы новую кухню плитку положили в общем ну сделали такой нормальный ремонт плюс там у нас подсобное помещение тоже было убитое тоже нужно было все вытащить выбросить и старые вещи покрасить новые полки заказали и все покрасили все сделали в общем работы тоже было много и вот эти все дела мы делаем на выходных после работы в пятницу уезжаем и воскресенье мы вечером возвращаемся домой но домик не здесь рядом ехать тоже не близко три часа поэтому вот как-то так в промежутках мы делаем еще наш домик в деревне плюс мы переехали из нашего магазина в центр нас первых в центре афин магазин это тоже у нас заняло колоссальные силы мы просто так выдавались с мужем с этими переездами очень очень устали ну почти все осталось теперь перевести оставшиеся вещи на склад нужно еще найти арендовать склад нас работы еще очень очень много вот так немножко о личном но и конечно же нужно заниматься собой вышивка вышивка и знаете спина там шея руки тоже пришли в некоторую негодность ну так вот шутка и я вам скажу ну тоже нужно делать упражнение поэтому на вышивку на само время осталось мало но вы видели картину меня много не есть чем себя порадовать поэтому крестиков меньше но они все равно есть и так что же у нас по крестикам а пока и рестиком я решила вспомнить про носочки как говорится зима уже не за горами пора бы уже и подготовиться а то знаете завтра новый год а у нас только начинаются новогодние процессы поэтому нужно все делать заранее по возможности вот я очень давно мечтала об этом наборе вот эти носочки меня просто поразили покорили вообще у dimensions игрушки самые самые лучшие самые красивые мне кажется но лучше никто еще не придумал старенький наборчик это не gold коллекция обычная вышивается очень легко и просто и быстро но тем не менее время тоже нужно потратить посидеть поработать вот я в начале этого года взяла этот процесс как дорожный с ним немножко путешествовала и вышила парочку носочка в дороге давайте я вам напомню и покажу какие здесь красивые у меня носочки уже готовы сделаем увеличение думаю что так будет хорошо получше видно вот начинала я с этой девочки потрясающе и чудесная девчоночка такой ангелочек шикарные цвета мне здесь очень нравятся потом кого и следующего вышивала ну по-моему вот этого оленя тоже очень красивый носочек мне нравится как здесь сделано да вот какой-то персонаж в носочки а сзади много разных подарков интересных и кстати эти носочки можно оформить прям сшить как носочек чтобы можно было туда вкладывать какую-нибудь конфетку гостинчик есть такая идея я могу в принципе это сделать машинка есть уже я умею делать какие-то стежки вот это снеговичок у него тут красивый шарфик он помялся здесь такие вот есть рюшечки первый раз я их делала вот такой красавчик и дальше есть дедушка мороз я по-моему его вам не показывала я даже вот искала у себя в инстаграм я не помню как так получилось что у меня не фотографии не даже не в телефоне не в инстаграм я его как-то не обозначил только наверно видео в прошлом чуть-чуть вам показала это я не уверена в общем как-то дед мороз вышелся без без рекламы в соцсетях вот такой красивый дед мороз здесь по-моему чего-то не хватает чего не хватает а бантика не хватает на коробке это здесь кординг но кординг я буду делать в конце кстати я здесь немножко запуталась и сделала выкладную нить у девочки и вот здесь у олежки здесь тоже должен быть кординг но я это буду переделать в конце сяду уже накручу этих ниток и все переделаю в общем вот такой вот дед мороз вышелся и вот недавно я взялась за ездили опять в деревню и в деревне очень много поездки очень удобно брать этот набор потому что здесь 14 каунт вышивается очень просто нет каких-то сложных частых смен нити взял и пошел вышивать вот и это печенюшка тоже вышивалась у меня быстро еще вышивается осталось чуть-чуть вот вчера и у меня был такой свободный день я сделал какие-то домашние дела и потом сидела вышивала так кайфовала так мне это все понравилось посидеть просто смотреть ролики в youtube и вышивать и так давно этого не делала чтобы вот просто родная расслабиться и вышила вчера достаточно много классно отдохнула с этим процессом ну нужно вот чуть-чуть до вышивать крестиков бэкстич и сделать следующий носочек завершающий и оформиться чтобы новому году у меня хоть что-то было новенькое интересненько тебя порадовать остался у меня вот этот эльфик вот он очень классный с кисточкой в очках такой деловой классный эльфик это кораблик очень интересный вот такой вот процесс у меня в работе идем дальше так дальше покажу вам рабочий процесс ну это так громко сказано это скатерть от вервака ей много много лет по моему в 2017 и 18 я купила и решила вышить скатерть его до сих пор я и вышиваю ужас конечно но у меня много начатых процессов поэтому уже удивляться не стоит что мне какие-то там уже с десяток лет вышиваются вот ну в этом году я решилась взяться за нее пусть пока она у меня ну в очень в зачаточном состоянии это скатерть я думаю что концу года я все-таки наверстаю упущенное вот и я ее хорошо продвину на данный момент выше это только одна сторона вот такой рисунок должен быть со всех четырех сторон здесь у я еще даже не до вышивала здесь будет вот листочек еще роза и угловая роза и поворачиваю вот пока вот совсем маленький такой вот кусочек но я вышив вот этот участок поняла что мне нравится то что у меня были сомнения что ну 10 каунт здесь очень мягкая основа дырчатая что как-то не очень ровно получается как-то крупно как-то пиксельно но вот как вот на картинке идет да вот так она вживую получается все красиво в целом смотрится все хорошо скатерть 80 на 80 сантиметров на такой круглый столик но и на квадратный столик тоже можно стелить беленькая такая праздничная здесь вот по кругу вот эта вставка для вышивки а в центре она вот мелкая равномерка очень красивая основа вот поэтому я снова взялась за этот процесс и буду дальше продолжать вышивать работа у меня это этот процесс на работе но так как работы много вышиваю крайне крайне редко но иногда бывает знаете вечером уже вот жду там мужа 10-15 минут взять просто вышить ниточку в такой знаете кайф вот хоть хоть одну ниточку вышить и уже хорошо вот ну и мы с вами идем дальше итак основной мой процесс на сегодня это дизайн от фирмы реолис называется аржантей по мотивам картины clodamone размер работы 40 на 40 сантиметров нитки шерсть эту работу я вышиваю в подарок моему другу он очень любит clodamone собирает его репродукции но не полностью делать коллекцию у него есть какие-то любимые которые он размещает на работе и дома и я предложила ему вышить потому что все таки вышивка смотрится намного круче чем просто репродукция он конечно же обрадовался мы договорились что он покупает набора я ему просто вышиваю вот и долго ко мне шел набор потом у меня закрутили все мои эти рабочие моменты дела в общем но тем не менее я работаю над этой вышивкой совсем по чуть-чуть продвигаю каждый вечер стараюсь хотя бы 100 200 крестиков вышить мало мало вышивается но тем не менее почти 40 процентов я на вышивала и кстати эту работу я вышиваю совместно с моей моего instagram ее вместе вышиваем у нее была уже начата работа ну так немножко отложена поэтому когда я начала свой процесс она тоже вдохновилась в рита у меня тоже есть такая работа уже и начатая вот и мы вместе решили вышивать и продвигать но у нас такой спы ленивый по мере нашей возможности мы выкладываем фото показываем друг друга подбадриваем вот но ума и уже конечно там крутой прогресс наверно процентов 60 как минимум точно есть но у меня почти 40 до половины я еще не не дотянула вот но у меня есть уже две красные лодки что мне еще есть маленькая лодочка и буду сейчас вышивать еще две черные ложки вот так вот если посмотреть наверное не сразу можно найти где эти лодки две красные всем видно и все остальное очень смазано но тем не менее если присматриваться то можно все эти лодочки найти посчитать и даже вот там есть человечек который что делает парус наверно поднимает если вы не увидели вот он него здесь желтая шапка какая-то кепка вдалеке маяки тоже наверно маяк какие-то лодочки буи домик вот там вот и вот такой вот очень интересное небо но я вот уже вот так вышила 10 процентов 40 50 так вот где-то да потом мне останется вот это вот все небо вышивать однотонная ну не знаю как я буду вышивать потихоньку вышивая вышиваю знаете иногда бывает хочется сменить процесс так как я привыкла часто менять процессы а потом думаю ну что там крестики тут крестики юль вышивая те же самые ну в смысле теоретически те же самые крестики но на этой работе и вот как-то так потихонечку сама себе уговариваю и двигаю процесс потихоньку двигаю по возможности вот единственное что мне здесь не очень нравятся нитки кстати нитки здесь на планшетках вот на таких и благодаря им в процессе порядок нужно отдать должное все-таки этим не очень удобным планшеткам за то что они сохраняются такие какой-то порядок обычно примеру к середине процесса нитки получаются вот такие вот запутанные там косы вылазят ну вот такое все но зато очень удобно и быстро брать нитку с другого органайзера здесь очень на все красиво но есть момент связанный с некоторыми цветами частности с 20 который вот видите у меня уже парочку ушло моточков осталось вот еще два но в принципе зеленый уже практически закончился дело в том что то нитка она очень рвется другие не такие рвущиеся я думаю что скорее всего это не брак в нитке это брак в натяжке все-таки намотка идет машинная и возможно где-то машина сильно перетянула ну дали большую натяжку в этих как называется ротом эти ролики до которая сильно вот тянет и нитка она протерлась и стал очень тонкой рыхлой она прям вот ее сразу берешь нарвется рыхлая приходится брать маленькие такие кусочки очень аккуратно вышивать например в руках разлазиться вот сейчас я вам ее покажу но у меня здесь есть припаркованная наверху вот 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 вам и пожалуюсь так сейчас мог моменту я думаю что вы поняли в чем тут проблема видите прям дырка в середине нитки да и приходится вот этим как-то вышивать она вот так вот прям ее в маленькую берешь короткую она вот так вот и вся разлазиться пару стежков сделал и все и нитка поползла с этим цветом проблемы но его хватает поэтому опять же ладно берут прям очень очень короткую нитку со всеми остальными вроде порядок ничего так не перетирается не рвется как 20 цвет ну будем считать что это техническая какая-то неполадка но так в целом смотрится конечно круто риолис меня удивил что они здесь используют разные техники постарались полукрест крест в одну ниточку что еще бленды есть очень много блендов в общем постарались и сделали этот дизайнер таким разнообразным ярким интересным фактурным молодцы что сказать красиво смотрится я уже в предвкушении буду соблазнять человека чтобы я здесь оформила потому что у меня по крайней мере есть одна багетная мастерская которая умеет оформлять а так отправить в израиль поедет работа а так отправить туда там не знаешь кто с какими руками мастеров мало на самом деле которые разбираются именно в оформлении вышивки в натяжке поэтому хотелось бы здесь оформить чтобы уже все было ну достойно да красиво хочется посмотреть как она будет оформленная смотреться я в предвкушении если честно так что еще стоит по этой работе но я думаю что все вы посмотрели я все свои на сегодня мысли вы сказала показала все рассказала вот что еще ну вставлю чего фотографию посмотреть как работа выглядела в прошлом видео до отчетном вы можете сравнить прогресс по моему там было всего лишь вот так но я ставлю фотографию вы посмотрите так ну и что по вышивкам вроде бы все переходим к покупкам и так мы сейчас с вами перейдем к покупкам но пока я хочу показать вам свои готовые работы которые были подарены я вам показывала что я делаю заготовки из хардангера для сумочек для моих друзей из израиля для девчонок вот у нас там есть группа с которыми мы сотрудничаем дружим вот и я на память хотела сделать тему рукодельные подарки я вышивала заготовки из хардангера вам показывала в прошлом видео но я может быть и сюда тоже вставлю какой-то кусочек видеоряд чтобы напомнить так вот я это все оформила в сумочке оформляла я ночами чтобы успеть со всей загрузкой конечно сложно было но я справилась подарила и и всем очень понравилось просто потрясающе но с телефона показываю конечно же отсвечивать буду вставлять фотографии нормальные просто так чтобы мне ориентироваться вот первая такая сумочка с зелеными зеленой тканью оформленная вторая вот в таком горчичном стиле охране горчица вахра очень красиво получилось девочкам очень очень понравилось морская это понравилось очень не мужу но мне тоже в принципе кстати вот здесь внутри хардангера есть ставка тканевая чтобы в дырочках был просвет синий вот так вот видите вот вот так вот здесь просто на липучке и вот такой вот дизайн здесь я что-то разошлась мастера келу понесло этот как пошла сочинять рисунок здесь тоже есть ткань такая желтая внутри подкладка вот чтобы был такой вот рисунок ну то сумка получилась такая длинная не знаю почему так рука взяла можно было сделать поменьше но очень емко они на липучках открываются туда много всего помещается сумки большие сантиметров по 20-25 ширина тоже около 18 сантиметров но я не помню то сейчас размеры ну крупные сумки большие очень они удобные оказались ну я потому что их немножечко пробовала складывать разные блокноты планшеты вот они все четыре сумочки вместе очень-очень классно себе тоже такого хочется шить да ну видите надо собраться силами вот это все мои финиши к сожалению пока и перейдем к покупкам ну во первых начнем с малышей чтобы сразу они ушли с с экрана я вы знаете привожу наборы lanarte у меня был большой большой заказ который еще у меня там много всего в наличии наверное надо оставить ссылку на сайт на наш греческий но учитывайте что там цены с ндс нужно ндс вычитать вам же ндс не нужно вот ну чтобы вы посмотрели просто по наличию или пишите я вам цены буду отдельно считать вот я себе привезла там тоже много наборов но пока они у меня на работе вообще хочу снять видео о том что в наличии покажу что себе оставила а этот наборчик я принесла потому что хочется мне начать чего-то маленького вот на большой сил у меня нет вот этот маленький наборчик я думаю что постепенно я его вышью размер 12 5 на 15 5 сантиметров он на равномерке вышивается давно мне нравится очень красиво получается вышивка я уже говорила что у lanarte вот эти картинки на новых особенно наборах они вообще ужасного качества и вообще люблю старую упаковку вот ну что поделать новая вроде бы коробочка как теста солений но картинки которые клеят сюда наверное принт такой знаете быстро экономные и вот они такие не очень качество хорошего вот передают общую идею в общем не хочется вышить и сшить какую-то интересную прикладную вещицу вот с этими птичками вот может быть к следующей осени не к этой которая идет так следующий не знаю как получится дальше ну мама моя насмотрелась моих дорожках моих рукоделках и говорит так хочу это я без подарков давно давай сделай-ка и мне дорожку я говорю а что бы тебе хотелось чтобы какая-то была дорожка мама у меня живет в своем доме сад цветы очень она этим делом увлекается ну понятное дело есть курятник с курочками иногда бывают уточки вот она очень любит курочек и говорит так ты мне курочек давай вышивай я долго думала искала каких курочек знаете дизайнов много но подобрать тяжело вот и увидела в вербак а кстати у вербака очень очень много наборов дизайнов которые нам мало известны наверное нужно как-то взять каталог и полистать показать вам что есть у вербака у них потрясающий ассортимент я до сих пор еще изучаю вот увидела там этих курочек мама сказала так да 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 вот этих мне пожалуйста всех здесь курочки цыплята написано ток-ток ну типа там они кушают клюют зернышки набор сам размер 40 на 14 сантиметров но на иди понятная вышивать не буду вот он еще запечатанный я вообще даже не притронулась еще не открыла ничего не не сделала с ним вот посмотрите кстати какие красивые здесь дизайн и какой сэмплер красивый интересный простенький тут вот котик какие красивые дизайны да особенно вот сэмплер классный вот кстати если чего-то нет у меня в наличии можно что заказать вот и под это дело я купила два метра луганы ну другую основу у нас здесь нет купила два метра с целью на следующий год сделать еще одну дорожку в хардангере вот а здесь я для мамы уже покрыла сама 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 покроила дорожку из луганы размером метр двадцать на 40 сантиметров и предварительно постирала соответственно я же знаю как они жутко садятся эти основы поэтому основа у постирана сшита подготовлена ну и так как здесь метр двадцать а дизайн дизайн у нас 40 сантиметров длина да и 14 высота то я буду этих курочек как-то распределять то есть я хочу сделать поделить две курочки с одной стороны как-то отступить кусочек потом вот две курочки в центре не знаю может быть там цыпляток набросаю и с другой стороны еще две курочки вот как-то как-то их разделить между собой этих курочек повышевать и цыплятки будут бордюра ставлю красный мне нравится красиво вот ну когда начну пока не знаю может быть вот подготовку сделать по крайней мере я уже покроила у меня есть дорожка меня она уже готова и вот остается только сделать расчет и можно приступать к вышивке вот ну это обязательно будет может быть концу года начну не знаю может быть следующем году как пойдет по настроению вот дальше что я купила нитки покупала нужно не буду бегать их искать вот из фурнитуры мне понравились вот эти вот по биночки мне кстати их совсем мало этих катушек для швейной машины я шью мне надо стали недорого в виде даже цена осталось 220 назад от лепить ее вот такая практичная штука дальше купила очень много клевого синтепона прям два метра потому что шила сумочки и себе хочу нашить много всего и мне вот надо было поэтому я купила себе много много два метра большой большой кусок все шеюля на здоровье только было бы время а времени у меня совсем совсем мало девочки так соскучилась за рукоделием хочется сесть пошить и повышивать а где взять время непонятно вот купила ткани покупаю здесь в одном магазине у них есть и liberty есть и американские ткани очень хорошее качество но не дешевые честно скажусь и кто будет здесь смотреть не дешевые но я для себя так решила я попробовала и дешевые совсем можно работать но так как я редко что-то делаю хочется чтобы эта вещь потом служила мне долго я лучше куплю дорогую ткань и буду пользоваться радоваться знаете она того стоит вот качество но всегда себя оправдывает вот и в нитках вышивальных и в тканях тоже уже убедилась не первый год вышиваю лучше заплатить на 20 на 30 процентов дороже но ведь это на много лет особенно вышивки наши нитки все играет роль вот показываю ткани покупала в отрезах в отрезах не хватает потому что у меня не масштабный проект у меня там сумочки косметички такая всякая мелочевка вот взяла такой отрез прихватом потом когда открыла думал какой классный жалко что взяла один но вот на лето мечтала я вышить себе каких-то косметичек уже лето скоро заканчивается то осень уже и уходит почти зима на носу а я силами не собралась но ничего будет на следующий год я люблю морскую тему ткани то мне очень очень понравилось хочется шить какую-то сумочку что-то интересненькое обязательно сошью вот еще из морской коллекции не морская коллекция них просто очень понравилось я полном восторге поэтому и прикупила несколько тканей вот смотрите какая шикарная здесь морские всякие гады надеюсь вам будет видно рыбы и ежи какие-то креветки нет не креветки морской конек осьминоги очень интересный покрас знаете такая вот глубоко морской цвет вот именно нужно делать сумку морскую был бы классный сарафан кстати вот с этих рыб ну почему бы и нет можно взять метражом и сшить сарафан кто нам запрещает правильно вот я взял их два потому что хочу сшить какую-то сумку летнюю но уже на следующий год но шикарно шикарно ярко морская тематика вот еще вот такой вот отрез нейтральный есть уж такие ракушки морские очень красиво просто шикарно на подклад к этим тканям я взяла полоску обожаю пижаму надо подлеплять эти все наклеечки вот так то на что liberty это ткани liberty очень хорошие ткани я их полюбила хлопок классный вот очень я люблю вот эти полоски мне нравятся синие красные яркие цвет такой ко всему подходит вырви глаз вот парочку таких взяла ткани liberty и парочку вот таких взяла отрезов ночные здесь бабочки жуки все в синих оттенках вот у меня такое настроение было тоже красивые отрезы хорошие к ним как компаньоны тоже под чего-то ночные цветы тут больше так зелененький есть цвет зелено-синий мне нравится я прям наслаждаюсь этими оттенками и на осень я взяла три вот таких отреза тоже что-то может соберу силами и сделаю мне есть что делать у меня есть вышивки которые можно оформить просто у меня нет времени понимаете вот но пусть буду ткани бывают раз время появится вдохновение сел и пошил нашил красоты и практичных вещей мне понравились всякие сумочки косметички это очень практично очень классно найти приятно взяла что-то вот такое текстильное удобное надо делать разные формы и хочется с окошком этим прозрачным сделать на всякое разное ну надо собраться силами вот такие красивые оттенки очень красивый такой осенний глубокий осенний красный вот этот этот яркий такой летний можно сказать даже да не осенне и летний но я взяла может я оформлю петуха этого диман шанс в которых стежках у меня вышитый подушку на осень надо сделать видите мне много-много вышивок которые надо оформлять вот так ну посмотрим будет возможность по времени буду оформлять ну вот под петуха вот это больше наверно вот это подходит вот такие у меня в общем-то новости вот такие мои рукодельные новости спасибо за просмотр спасибо что остаетесь со мной ставьте лайки подписывайтесь на канал также нажимайте на колокольчик чтобы вы получали уведомления о новых моих видео все полезные ссылки в инфобоксе до новых встреч и всем пока пока